Поэтому сегодня мы с вами будем как раз иллюстрировать эти самые интерфейсы, которые называются API, Application Programming Interface. Интерфейсы взаимодействия между операционной системой и ее программами, если под операционной системой понимать ядро. В прошлый раз мы познакомились с утилитой S-Trace, которая позволяет нам выполнять трассировку системных вызовов и некоторыми другими утилитами, которые, например, позволяют посмотреть, от чего зависит та или иная программа. В этот раз давайте добавим к утилите S-Trace трассировщик системных вызовов и еще и трассировщик библиотечных library trace вызовов. Если в этом трассировщике запустить, например, утилитку Date, то станет очевидно, что вот к этим функциям в одной из библиотек, от которых она зависит, по ходу своего выполнения обращается программа. Причем мы с вами в прошлый раз узнали, что сами библиотеки загружаются непосредственно в процесс той или иной программы. Различные сегменты процесса. И даже Object Dump посмотрели, что исполняемый файл, который можно загрузить, кроме всего неинтересного прочего, исполняемый файл состоит из, вот они, сегментов или же секций, правильнее, секций, в которых находится программный текст или же коды, подлежащие выполнению, секции, которые содержат данные, но доступные только для чтения, например, в момент выполнения, сегменты, которые содержат что-то еще, например, данные, которые доступны для чтения и записи в момент выполнения, и потенциально будущие данные, сегмент БСС, а может быть что-то еще, у которых на этапе запуска неизвестно, какого они размера, вернее, точнее, размер-то известен, неизвестные значения начальные, не то, как с ними будут обращаться программы. Вот это все, все эти секции загружаются в соответствующие, некоторые не загружаются даже, в сегменты процесса. В каталоге Proc, как вы знаете, находится, я вам его показывал, псевдофайловая система, которая про каждый процесс, в его подкаталоге, совпадающий с идентификатором процесса, что-то рассказывает. Если посмотреть список текущего сеанса, то команда интерпретатор, та программа, с которой я общаюсь, имеет идентификатор 2379. Если я зайду в этот каталог 2379, то про этот процесс в виде специальных файлов, как бы нулевого размера, но, тем не менее, мне расскажут некоторую информацию. Либо в бинарном виде, который я трактовать никак не могу, либо в текстовом виде, который я могу увидеть собственными глазами. Например, увидеть, что в 32-разрядное виртуальное пространство процесса были загружены те или иные части программы, которая выполняется, библиотек, с которой она скомпонована, библиотек реально существующих, библиотек воображаемых. А кроме этого, в памяти имеются сегменты, куча динамических данных, которые наполняются, увеличиваются по ходу выполнения программы, когда она считывает откуда-то внешние данные, для которых заранее, ну, нельзя память выделить, потому что неизвестно сколько. Сегмент стека, где размещаются все автоматические переменные, автоматически выделяемые имеются в виду по ходу выполнения компилятором. Ну, и могут быть сюда же загружены те или иные какие-то файлы. Точнее, конечно, отображены, но это мало нам интересно. Интересно. Интересно, что отдельные участки памяти процесса помечаются определенного рода флагами. R это read, это только доступное на чтение, а X еще и на исполнение. Сегмент, который наверняка и есть. Вот он, текста. Это кусок программы, который должен выполняться. Read просто, это наверняка read only data. Это read, write, соответственно, еще один кусочек. Это просто данные, просто data, которые сюда помещены тем или иным образом. И все это кусочки нашей программы. Язык программирования C, это язык практически машинных инструкций. Но с некоторыми допущениями. Настолько низкоуровневый, что все объекты, которые вы по ходу в программе создаете, имеют адреса, расположенные в одних из этих сегментов. Попали они в сегменты процесса из секции программы. А секции программы создал компилятор, компилируя исходный текст. Поэтому, если мы вернемся к нашей курсовой работе, то прежде чем сегодня будем иллюстрировать, как создавать при помощи одного процесса, другие процессы порождать. Нити. Зачем это все нужно? Мы с вами напишем еще одну программу, которая будет иллюстрировать внутреннее содержание нашего процесса. И давайте ее, например, назовем процесс.си. А главное, что нас будет интересовать в этой программе, это то, куда попадают, какие сегменты и как доступны, и что будет, если эти соглашения нарушить разнообразные кусочки нашей программы. Начнем, как в прошлый раз увидели. Функции main, которая должна обязательно быть. И должна, в принципе, возвращать целые числа. В этой функции main мы объявим, как всегда, некоторое количество локальных автоматических переменных. Локальных, значит, их область видимости, только эта функция. Больше ими нигде нельзя пользоваться. А автоматическими, значит, память для них выделит сам компилятор в каком-то из сегментов. Нас будет интересовать, где будет конкретно лежать тайную переменную. Например, обозначим переменную целого типа и назовем ее, ну не знаю, i. А еще у каждой функции, в том числе главной функции main, могут иметься аргументы, которые туда передаются. И нас тоже будет интересовать, в каком месте конкретно эти аргументы размещаются в памяти. У основной функции программы обязательно передается первым целочисленный аргумент, который можно назвать как угодно, но мы его назовем арг-си, а затем целый массив, но не просто символов, а массив указателей на символов. При этом указатель на символ, это способ, вот таким низкоуровневым способом, как положено, как принято в языке си, выражать строковые данные, данные, или просто набор байт. Нас мало интересует, что у них за типы, нас интересует, что просто rgv это один из параметров функции, потому что основная наша задача узнать, где он располагается в памяти. В куче, в стеке, в сегменте текста, в сегменте данных, read-only данных, или где-нибудь еще. Кроме этого, мы некоторое количество еще и глобальных переменных тоже объявим. Например, глобальная переменная, ничем не инициализированная. Или глобальная переменная, инициализированная нулем. Или может быть константная глобальная переменная, ну, чем-то инициализированная, потому что так обычно и происходит. Например, 16-ричным числом мертвая корова. Это 32-битное число, которое на 32-битной архитектуре легко влезет в выделяемую компилятором память для целых чисел. Потому что 32 справа, 32 слева, прекрасное присваивание произойдет. Только справа у нас изображена константа строковая, ну, не строковая, на самом деле, а целочисленная, в 16-ричном виде записанная. А слева то место, переменная global, то называющееся словом глоба место, куда это будет константа собственно размещена. А дальше, кроме всего прочего, нам потребуется и обычно это делается в самом начале разместить указания препроцессору по включению заголовочного файла в стандартной библиотеке ввода-выводов. Ибо мы хотим вызывать функцию printf, которая напечатает, на самом деле, выведет на стандартный поток вывода, но в результате напечатает на экране, то, что мы захотим, или точнее, то, что мы ее попросим. А мы ее попросим по определенному формату напечатать некоторые интересные вещи. Адрес в памяти глобальной переменной global. И еще мы попросим напечатать опять же, по определенному формату адрес в памяти и инициализированной переменной global. Вдруг инициализированные в одном месте, а не инициализированные в другом месте. Еще мы попросим напечатать опять же, по какому-то формату print печатать, это f по формату, print format, формат адрес имперсант, константы, переменной, которая не должна изменяться. А еще нас будет интересовать, по сути, адрес в памяти по какому-то формату, адрес, вот он, имперсант переменной, и точно так же нас будет интересовать адрес формального параметра, не фактического, а формального параметра номер один, и адрес еще одного параметра номер два, адрес целого даже массива, но это не важно, это все равно параметр, произовут его argd, амперсант поставленный перед линией переменной, это ее адрес. И не поверите, самое главное, чтобы в голове спрогладывалась правильная модель восприятия, функции, тоже размещаются в памяти, мы будем по тому же самому формату печатать адрес самой функции. Все, что компилятор откомпелирует, он разместит в сегментах, а загрузчик при запуске программы поместит в соответствующие сегменты процесса. Если точнее, то компилятор разместит эти все переменные в секции программы, а при загрузке они попадут в сегменты процесса. А вот какой нас интересует формат? Да, кроме всего прочего, любая функция должна возвращать значение, такое, которое объявлено. Значение 0 это код успешного возврата, в том числе функция main. А адреса нас будет интересовать следующее. Процент означает, что дальше идет число определенного формата, x означает, что формат это шестнадцатеричное целое. Мы хотим на каждой строчке видеть соответственно шестнадцатеричные цифры. но чтобы не запутаться, мы еще с вами скажем, то кроме этого нужно добавить сперед этим, например, global равняется и ее адрес. Но равняется нехорошо, потому что это как бы значение. Давайте таким вот образом изобразим, что global находится по такому-то адресу. Ну и здесь, естественно, global с большой буквы это другая переменная. Здесь большими буквами что означает константность еще одна переменная. Здесь локальная i здесь, соответственно, argc здесь интересует нас argv argv для красоты. Slashen это перевод на следующую строчку. И main опять же адрес самой функции main. А вот теперь это уже, пожалуй, подлежит компиляции. Так как мы знаем, что мы назвали программу процесса, знаем, что есть сборщик make, мы можем пропускать make процесс, а до всего остального он а додумается сам и б воспользуется нашим make файлом. Из make файла он взял указание того, что при компиляции должны появляться все предупреждения, даже, возможно, не сильно важные. И в предупреждениях честно сказано, что целое число, это и в Африке целое число, вы пытаетесь таким образом показать самые разнообразные штуковины. и тогда мы должны эти адреса, которые мы получили, а это всегда 32-битная раз адрес, без знаковая не бывает отрицательных адресов, целое число, объяснить компилятору, что она является беззнаковым целым числом при помощи вот такой конструкции приведения типов. И, соответственно, тогда компилятор перестанет ругаться, но человечески, если бы мы этого не сделали, все равно бы все работало. В смысле, что не подсвечивается? Ну, она сразу стала подсвечиваться. Да, надо было обратить внимание. и все остальное. Тогда компилятор не будет у нас ругаться, будем просто считать, что нас это раздражает. Потому что вас должно раздражать компилятор и нужен для того, чтобы проверять за нас наши возможные проблемы, упущения или просто сделаны ошибки. вот вот как-то так. Еще раз попытаемся откомпилировать. увидим, что функция exit, которую мы вызываем, не определена. Мы должны узнать, где находится функция exit, поэтому воспользуемся справкой из второй секции программистской. И увидим, что функция exit вот такие вот две страшные с подчерканем настоящей системной определены в заголовочном файлике unistd. И логично предположить, что и обычный exit определен там же. Но я почему-то думаю, что это не совсем то. Еще раз пытаемся создать нашу программу. Я думаю, что функция exit определена на самом деле в стандартной библиотеке языка C, поэтому заголовочный файл нужен из td либо только h, потому что это обертка на тем двумя функциями подчеркивания, которые мы видели. Если читать справку, то вы увидите это в теле. Просто не будем на это тратить внимание. Тратить некоторое время. Теперь если мы запустим нашу программу, то получим какие-то страшные 16-ричные числа. Программа уже завершилась, а нам очень хочется, чтобы в момент ее выполнения мы при помощи информации из каталога проц, который отдает ядро операционной системы и даже комментирует, что это за сегменты, могли бы сопоставить адрес и понять, в какой сегмент попала одна, в какой сегмент попала вторая, в какой сегмент попала третья из этих переменных локальных, глобальных, автоматических, ну и собственно куда попали функции. Сделать мы это уже не сможем, потому что процесс программы завершился, но если мы куда-нибудь сюда допишем бесконечный цикл, который ничего не делает, пожирающий, то по крайней мере добьемся чтобы программа напечаток занималась бесполезной бесцельной работой. А мы с вами на другом терминале бы могли узнать ее, вот она занимается работой идентификатор, затем в каталоге проц, в подкаталоге 2814, посмотрев карту сегментов, затем сопоставить, например, 804а 020. Скорее всего это данные полученные из программы и либо в этом, либо вот в этом, либо вот в этом сегменте они находятся. Это простая глобальная переменная, которая не помечена redonly и это переменная, поэтому ожидать ее в сегменте исполнения бессмысленно, она не выполняется, эта переменная, в сегменте redonly тоже бессмысленно, скорее всего, она находится вот в этом сегменте, который нельзя выполнять, зато можно модифицировать, этой переменной можно что-то присвоить. Давайте посмотрим 804а 0.0 по 804 804b 0.0 вот такое количество данных. 804а и по 804b обе переменные находятся в сегменте данных просто, global и global. Неважно инициализированы они или не инициализированы. А вот 804 8, где соответственно находится, это у нас была константа, но с большой вероятностью она все равно не попадет в силу определенных причин связанных с компилятором в read-only секцию, то есть она не попадет вот сюда. Смотрим адреса с 804.9 по 804а, а у нас 804.8 и она действительно попала в какой-то другой сегмент. И этот сегмент скорее всего сгенерировали на лету. Давайте еще раз посмотрим это 804.8 805.30 попробуем здесь его поискать. 800 А нет, вот сюда она не попала. Нет, не может быть. Это сегмент у нас кода 804.8 804.9 804.8 530. Да. сюда и попала. Почему-то она помечена как доступная на исполнение. Это уже вопрос, пожалуй, загрузчику и компилятору. Но она доступна только на чтении. Не может быть интерпретирована как-то еще. выгодная, что мы ее пометили константной. Но соответственно она не может изменяться. Так вот функция main должна была попасть в сегмент кода. Сегмент кода и обязан помечен быть как исполняемым и только на чтении. Здесь 804.8 по 804.9 функция main действительно располагается в этом месте. Но еще оказывается, что в этот же сегмент почему-то запихали глобальную переменную. Это внимание большой вопрос. Потому что если в эту глобальную переменную любым известным способом попадет определенное не очень большое но 32-битное число его можно выполнить. Если кто-нибудь такую написанную программу анализирует найдет в ней ошибки из-за того, что ее можно выполнить сумеет запихать внешним воздействием нужное число нужную инструкцию а потом передать управление по программе обнаружится дырка позволяющая выполнять сдава вредный код. То есть вопрос компилятору зачем он переменную изначально данные разместил там же где разместил код. Такой анализ однако может уже показывать нам уязвимости но не наша задача. Наша задача дальше посмотреть что вот это сегмент данных вот это оказывается сегмент текста вот это кусок мы ожидаем сегмент текста остается только BF9B рассмотреть даже еще больше BF9ED где-то далеко в памяти гораздо дальше чем все переменные находится локальная переменная и и два формальных параметра arc c и arc v и скорее всего это один и тот же сегмент возникает вопрос какой скорее всего это сегмент стека просто потому что все это автоматические переменные их нужно выделять стек двигается в одну сторону и высвобождать стек двигается в другую сторону автоматически без нашего участия глобальные переменные и функцию main высвобождать никто не будет поэтому они размещаются в своих сегментах раз и навсегда никакого автоматизма с этими объектами не происходит а вот локальные переменные которые автоматически создаются и потом уничтожаются размещены в каком-то из сегментов давайте обратим внимание вот он стек BF9C по BF99 или наоборот конечно слева меньше границы справа больше границы а у нас они все попали в BF9B ну соответственно легко непринужденно констатировать тот факт что они находятся стеки можно только потому что C меньше чем B а 9 наоборот больше чем B а 9 меньше чем B то есть наши переменные действительно попали в стек то есть автоматические переменные попадают по одни кусочки памяти функции попадают в другие кусочки памяти глобальные переменные инициализированные и не инициализированные в третьей а константы в четвертой что мы видим мы видим что константа попала в соответствующее место по соответствующему адресу который нельзя модифицировать но если очень хочется то по крайней мере можно попробовать глобально от компилированной программы наш дзен еще с вами не позволяет менять но когда мы дорастем до того что в текстовом редакторе будем менять машинный код тогда можно считать себя абсолютно равным с компьютером поэтому все таки мы воспользуемся компилятором и поменяем исходный текст а именно например попытаемся в глобальную инициализированную переменную присвоить какое-нибудь она целого типа в том числе знакового число для начала она компилятору помечена как констант смотрим компилируем нашу программку и видим что первым кто контролирует на этапе компиляции на compile time этапе так называемом это компилятор он чистым человеческим языком говорит по перемену и подлежащие изменения изменять нельзя и просто программу не собирает но язык программирования C настолько опять же низкоуровневый что можно тогда придумать переменную еще одну которая является указателем на другую переменную и присвоить ей адрес того объекта который нам компилятор не дает изменять просто потому что он его контролирует а затем вместо того чтобы объекту контролируемому присваивать значение волею судеб так получилось просто средства это позволяют большой программе за всем не уследишь а затем взять и присвоить значение по указателю у нас есть переменная как-то обозначена но туда доступ контролируется есть другая переменная ссылающаяся на то место а затем мы по соответствующему указателю в обход переменной которая контролируется пытаемся присвоить значение опять же откомпилируем нашу программу получаем только предупреждение о том что мы неконтролируемому указателю присваиваем ссылку на контролируемый объект и пытаемся его запустить а вот это вот сложнее наша программа заканчивается с ничем вылетает с ошибкой сегментей сегментей вылетает с ошибкой которая гласит сама программа попыталась в какую-то кусок куда нельзя писать что-то записать то что мы по крайней мере обошли компилятор и теперь мы явно видим работу уже операционной системы которая контролирует доступ к объектам на рантайме поэтому есть компайл тайм есть время когда программа компилируется есть рантайм время когда программа исполняется а все почему да потому что давайте мы комментируем еще раз нашу попытку сделать несанкционирование создадим программку запустим ее она больше не будет падать хотя предупреждения все те же самые она прекрасно напечатает и это уже процесс у нас немножечко другой мы с вами сходим по адресу к файлу проц в каталог 2978 еще покажем оно в общем-то динамическое распределение сегментов ну тут что-то похожее но собственно может меняться каждый раз посмотрим что глобальная перемена находится по адресу 804 85 30 значит 84 85 30 где-то здесь и вот отсутствие возможности менять содержимое даже в обход контроля компилятора попытка всех надурить приводит к тому что еще один ментор со стороны операционной системы нам все-таки это не позволяет делать но самое интересное что здесь позволяется этот кусок выполнить чем мы тоже попытаемся воспользоваться но только теперь вместо того чтобы объявить указатель как указатель на то место которое мы хотим записать мы его все-таки должны будем выполнить и объявим как указатель на функцию как будто там лежит функция функция которая берет целое число называется точно так же G про синтаксис не говорим синтаксис языка программирование с синем изучать незачем и немножечко иллюстрируем все-таки связь программ с операционными системами и вместо того чтобы присвоить теперь мы возьмем и выполним как бы там располагающуюся функцию давайте посмотрим ну конечно еще лучше так как мы не знаем что в эту функцию мы хотим передавать объявить ее как функцию вообще не берущую никакие параметры откомпилируем нашу программку приучим предупреждение но это не страшно и попробуем запустить опять произойдет ошибка сегментированной но уже по другим причинам не потому что этот кусок нельзя выполнить а потому что по этому куску лежит что-то что трудно себе представить как выполняется но если все-таки туда запихать машинную инструкцию она возьмет и выполнится опять это сделать будет достаточно непросто будет много деталей которые мы пока опустим в любом случае мы иллюстрируем самое главное содержание процесса потому что сейчас когда мы будем писать программку которая будет клонировать процессы создавать новые процессы мы должны будем хотя бы в голове в нашей модели восприятия помнить что при создании процесса в Unix содержимое старого процесса то есть родителя полностью копируется в содержимое потомка вот этот флаг P означает private что такое копирование реально происходит а флаг ну здесь у нас программа слишком простая S что означает sharing будет означать ровно наоборот что клонируемый процесс и клонирующий процесс будут указывать в одно и то же место или общую память ну и наконец давайте напишем эту программу напишем программу которая называется FORG потому что так зовется системный вызов и раз мы хотим с вами что-то печатать то не применем воспользоваться стандартной библиотекой привода-вывода функциям которые там существуют объявим перемен опять же программку main возможно без параметров и посмотрим где объявлен системный вызов FORG оказывается это стандартное опять же окружение Unix стандартных систем систем соответствующих Unix стандарт поэтому кроме как печатать нам еще и нужно получить доступ к функциям которые стандартны для вообще операционной системы Unix это функции FORG в частности а дальше сделаем один такой хитрый код напишем объявим переменную PID процесс ID затем породить новый процесс а результат порождения присвоить переменную PID затем напечатать по формату целое десятичное число перевод строки один раз это возвращаемое из системы вызова FORG значение откомпилируем нашу программу увидим что мы здесь что-то забыли забыли собственно передать значение сказали напечатать но не сказали что напечатать на последний ворнинг вообще не будем не обращать внимания никак и запустим нашу программу а вот теперь самое главное мы с вами печатали число один раз на экране появилось два числа это потому что после выполнения системного вызова FORG дальнейшие инструкции выполняются в двух разных процессах в том кто вызвал этот системный вызов и в том кто склонирован был при помощи этого системного вызова но так как клонирование системный вызов FORG это полная копия значит следующая инструкция printf переменная pid ее значение и прочее 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 в двух разных процессах абсолютно идентичны ну кроме за исключением конечно же самого значения пид в родительском процессе возвращаемое значение пид равняется какому-то ненулевому числу а в дочернем процессе всегда возвращается ноль именно так дочерний процесс может узнать что он дочерний процесс а дальше проведем простой опыт опять же ниже мы напишем не одну печать а бесконечный цикл который печатает это число опять же откомпилируем запустим и увидим перемежение этих самых чисел можно даже в какой-то момент времени приостановить либо равномерное перемежение либо неравномерное перемежение двух этих чисел сейчас работают два процесса бесконечно выводя свой идентификатор причем либо они могут получать действительно смотрите кванты времени ведь они выводят а значит засыпают перемежаясь либо в какие-то отдельные моменты времени может так случиться что квант времени долгое достаточно время отдается одному процессу а потом некоторое достаточно долгое за которое время успевает много чего увести время другому процессу здесь немножечко приврал точнее не очень точно сформулировал относительно понятия квант времени происходящую внутри операционной системе процедуру но тем не менее все понятно мы написали первую параллельную программу чтобы удостовериться в том что она параллельна давайте посмотрим на список процессов в операционной системе на одном из терминалов на котором мы работаем сейчас и вот запустили эту программу и мы знаем что мы работаем на псевдотерминале один да и просто можем спросить где мы это псевдотерминал номер один мы смотрим результат а на другой закладке которая тут что-то там происходит мы запустили нашу программу которая себя склонировала и работает в двух процессах 3091 родитель и 3092 идентификатор это потомок переключаемся и смотрим действительно родителя потомки знает что потомок с числом 3092 запустился а потомок про себя знает что он потомок потому что ему возвращают в ответ на системную зафор 0 и так можно писать параллельную программу чуть-чуть ее усложним эту самую параллельную программу только начав с исходных текстов напишем какую-нибудь функцию int не знаю парень например а может быть даже и int зачем она должна что-то возвратить ничего не берет и ничего не возвращает но внутри этой функции нас будет интересовать что-то одно а child тогда уж внутри другой функции нас будет интересовать что-то другое ну а именно в одном процессе мы хотим запустить одну печать например опять же просто строке parent с переводом на следующую строчку а в другом мы хотим писать например child и опять с переводом на следующую строчку и так бесконечно а вот здесь мы напишем интересную конструкцию если пид возвращаемый равняется нулю даже можем добавить комментарий что мы находимся in child то тогда мы запустим функцию child без параметров а иначе если пид не равняется нулю родители всегда возвращают пид ребенка мы запустим соответственно parent а вот и вообще мирное применение для параллельной программы функция main это тот диспетчер кто породит дополнительный процесс функции parent и child это рабочие функции каждая из которых будет запущена в том ином процессе если у вас теперь есть действительно некоторое количество работы то написав такой диспетчер вы ее можете параллелизовать только часть работы уже средствами языка соотнести в одну функцию а часть работы совершенно в другую и соответственно мы ее попытаемся начала компилировать это все еще ворнинг не обращаем внимания а потом запустить и опять такое же перемежение ну как более того давайте пусть запустят запустим тут все это работает более того мы опять же узнав про идентификаторы 3149 и 3150 в 3149 посмотрим карту сегментов одного процесса не переходя а потом посмотрим 3150 карту сегментов другого процесса обратим внимание на адреса 89а то есть 8910 это сегменты кода данных и данных доступных для чтения одного процесса и вот пожалуйста ничего не меняется в другом процессе не дрогнул единый мускул как размещались переменные в одной части адресного пространства исходной программы которая продолжает работать в процессе 3149 в том же месте они размещаются в той же программе но работающей в другом процессе значит логично предположить что если мы объявим хотя бы глобальную перемену какую-нибудь доступную для изменения и установим его значение допустим то же самое будет мертвая корова а затем что интересно попытаемся перед тем как запустить ребенка присвоить этой переменной глобальной например единицу а перед тем как продолжить родителя минус единицу не забыть эту глобальную переменную как целое число затем печатать одну и ту же переменную из одного процесса именно процесс и из другого процесса откомпилировав программу посмотреть что получится естественно где-то здесь мы облажались вот почему когда вы пишете if в языке программирования сей сразу открывать операторные скобки полагается просто потому что для одной дальше идущей в ветви else или ветви if одной инструкции этого делать и не надо это достаточно до первой точки запятой а для нескольких их нужно объединять в блоке чтобы потом наступать на такие грабли есть еще одна где-то здесь ошибка вот здесь мы с вами формат забыли добавить и соответственно опять же нас интересует целое число и чтобы и с этой побороться мы скажем что раз функция main должна возвращать число то return 0 будет вот теперь получилась наша программа без каких-либо предупреждений запускаем ее и видим что интересно глобальная переменная одна на всю программу но в одном процессе значение она принимает единицу а в другом единицу при этом если присмотреться то в 32.09 и в 32.10 эти переменные находятся вот в этом сегменте по абсолютно одинаковым адресам вопрос как по одному адресу может находиться два разных значения ответ очень простой эти адреса виртуальны на то она и виртуальная память каждый процесс имеет свои собственные страницы и адресуются неотносительно нуля и может их адресоваться до четырех гигабайт правда половинку забирает сама операционная система половинка отдается программе то есть адрес например 89 в одном процессе и адрес 89 в другом процессе это одинаковые адреса но в физической памяти они располагаются в разных страницах процессе есть виртуальная среда выполнения два разных процесса могут быть виртуальными средами выполнения одной и той же программы но самое главное что участки памяти несмотря на то что имеют одинаковые значения находятся совершенно в разных местах но процессам кажется что в одном месте процессам даже не может казаться что в одном месте им кажется что это их место и действительно так и это Вот это очень важно. То есть, процессы общаться, используя глобальную переменную, именно процессы не могут. Их память абсолютно обособлена. Так разговор о том, что мы это всегда говорили, но не иллюстрировали на практике. А вот этот самый флаг private означает, что само создание процесса, накладные расходы на системный вызов fork, если пора думать, что это все копируется, будет колоссальным. Потому что процесс может быть достаточно большим. Это не так. Флаг P означает private, что в случае попытки писать вот в эту область, именно только на этом этапе, память-то и должна быть скопирована. Когда процесс порождается в форме, он просто является клоном. Он использует все то, что использовал его родитель. Но только как он попытается модифицировать, вот тогда и будут скопированы определенные странички памяти. То есть, если у вас есть 20-мегабайтная программа, которую вы 100 раз клонируете, но не будете изменять значение переменных, то 20 мегабайт не надо умножать на 100. В оперативной памяти это все равно останется 20 мегабайт. Все будут ссылаться в одно и то же место. Виртуальные номера страниц разных процессов будут указывать на одни и те же физические страничные кадры. А как только кто-то попытается вот эту свою приватную область с таким же номером, с таким же гендификатором изменить, то ровно столько, сколько произошло изменений, столько страниц будут реально скопированы. Вот интересное поведение системного вызова форм. Страничного отображения и вообще всего принципа параллелизации при помощи примитивных процессов по абсолютно любой современной операционной системе. И, наконец, когда вы, например, читая справочник по псевдофайловой системе PROC, читаете, каков формат этих самых карт регионов, карт сегментов, другими словами, распределения процессов, то вас, конечно, будут интересовать вот эти самые флаги, включая флаг P. И вы увидите, что флаг этот на самом деле называется private as shared, но это не что иное, как принцип с названием корова. Copy on write. Принцип, по которому память клонируемых процессов, параллелизующих себя, в реальности копируются не на этапе, когда они клонируют себя полностью, а только по требованию, при попытках записи, и только в том количестве, в котором нужно. Корова, као или copy on write соответственно. С многопараллельной программой, вернее, с параллельной программой мы с вами разобрались, пожалуй. Точнее, еще правильнее, с параллельной многопроцессной программой. А еще бывают программы параллельные, которые используют другой примитив. Легковесные процессы, они же нити. Давайте попробуем написать программку, которая называется не процесс, а thread. Ну и точно так же, некоторую грязную работу нам нужно сделать. Хотим печатать, значит нужно stdio.h подключить. Хотим обращаться к каким-то свойствам операционной системы, стандартным. Значит, universal standard, универсальный стандарт на операционную систему Linux. Хотим, чтобы наша программа запускалась, функция main. Если она не будет анализировать то, что в ней передано, то, соответственно, больше нам ничего не надо. А дальше точно так же, как мы смотрели, где системный визофорк находится, какой заголовочный файл подключать. Мы можем точно так же посмотреть, где находится функция p-thread create, которая является функцией, создающей нити thread, но в стандарте POSIX, потом P3, создающая, собственно, create. Нам скажут, что нужно подсоединить и подключить вот такой заголовочный файл. Но если fork не имеет форматов, он просто копирует процесс, то функции, обратите внимание, p-thread create, честно сказано, что здесь видимо-не видимо параметры. Ну, например, вот этот параметр, это подпрограмма, которая вызывается, как мы сейчас с вами сделали, одна функция в одном процессе, другая в другом. Нам пришлось в диспетчер написать самостоятельно. А create create, это, ну, соответственно, функция создает, и она сразу предполагает, что в каждой отдельной нити будет вызываться функция. Так вот, это она и есть. Вот это аргумент, который будет в нее передан при запуске. Еще есть атрибуты создания нитей и атрибуты, через которые, ну, точнее, аргументы, через которые будет в обратную сторону передан назначение идентификатора нити. Давайте немножечко почитаем, что еще здесь нам говорят. Ну, говорят, как ее подождать, как из себя должна представляться, ну, это самая функция. И говорят, что этот атрибут создания нитей может быть вообще нулем, если вы не хотите создавать нити каким-то эдаким образом. Вы просто хотите их создать по дефолту, по умолчанию. Что-то нам тут еще рассказывают. Возвращает, смотрите, ноль. Если все хорошо. А если не все хорошо, то тогда возвращают код ошибки. И, наконец, я даже не знаю, где-то здесь пропустил. Сам идентификатор нити возвращается через первый аргумент. Как бы это странно не звучало. Ну, в общем, это все означает, что в нашей программе thread.se, во-первых, нужно подключить заголовочный файл позик с нитей. А затем объявить две подпрограммы int, например, one, которая берет ничего. Ну, а на самом деле положено-то было, чтобы в нитях выполнялись ничего не возвращающие и ничего не берущие в качестве их аргументов. И вот эти самые функции написали одну. И сейчас напишем быстренько вторую. И, как всегда, в одной из них будем печатать printf, ну, например, в данном случае слово one. А в другом случае мы будем печатать printf, слово two. Опять не забудем перевод строки, иначе все смешается. Вот такие у нас функции. Неплохо бы, они просто по разу сделают и закончатся. Неплохо бы, чтобы это было все еще и бесконечным образом. Но, чтобы, ой, нам на это все можно было наблюдать. За этим всем имелась бы возможность наблюдения. Если мы просто в программе вызовем одну, а потом вторую, последовательно make-sreddit, ну, во-первых, она не откомпелируется, есть еще ошибки какие-то, да? Здесь точка запятая, банально. Во-вторых, не слинкуется. Чего-чего? Снимите. Был напуган. Ну, во-первых, что нам ругается в десятом символе пятой строки, в девятой строке, она говорит, нужно что-нибудь написать, как будут называться ваши аргументы, а то я что-то не понимаю, как ваши аргументы будут называться. Мы, соответственно, можем в пятую строчку пойти. Вот здесь она не понимает. Да я еще и написал, тут на самом деле не очень хорошо. А вот нужно было так. Сейчас посмотрим, справится ли с этим компилятор. Ну, должен справиться современно. Не справился. Тогда скажем, что здесь аргумент. Как-то там называется arc. Мы его все равно не передаем, но раз компилятор хочет, чтобы мы его назвали, ну, то пусть, как говорится, подавится. Еще раз make. Уже лучше. И у нас есть ругань. Во-первых, на функцию main, которая обязательно return 0 должна возвратить. И еще у нас ругань. Указатель аргумент. Что она там у нас ругалась? Посмотрим. В пятнадцатой и шестнадцатой строках. А также в пятой и шестой. В пятой и шестой. И в пятнадцатой и шестнадцатой. Ничего стереть. Не можем стереть. Потом мы будем вызывать PFRED кредит, она будет ругаться. Нам нужно просто внимательно посмотреть, что там нам нужно явно объявить. PFRED подчеркать кредит. Функция должна возвращать указатель на void и брать указатель на void. Соответственно, мы уже берем указатель на void, а возвращаем просто void. Вроде бы все хорошо. Ну и ладно. Раз она что-то берет, значит придется что-то передать. Чего я не знаю. Давайте на всякий случай ему передадим. Теперь компилятор от нас отстанет. Не удалось ему как-то сказать, что типа отстанет так, мы никаким ничего передавать, но пусть будет. И запустим нашу программу. Понятное дело, будет сначала работать первая функция. До второй никогда дело не дойдет, а когда мы нажмем на control-c, программа просто терминируется. То есть никакой параллелизации нет. Квале того, когда она выполняется, мы можем посмотреть сеанс работы и увидеть, что наша программа абсолютно одна по себе, работает в одном процессе, то есть не параллельно. Никаким образом. Возвращаясь к нашей программе, на самом деле функцию нужно вызывать не так. Объявить переменную pthread типа в этой соответственной переменной будет находиться идентификатор нити. А создавать нити при помощи функции pthread, create, причем первым аргументом мы туда передаем указатель на ту переменную, куда будет положен результат, потом атрибуты создания, потом ту функция, которая должна быть запущена, one, а потом то значение, которое мы и так передавали. Ну и соответственно, распространим это, чтобы во второй нити получить другую выполняющуюся функцию. И если форком мы с вами добились двух процессов, то обратите внимание, в этом случае у нас появятся три нити. та дефолтная нить, в которой выполняется функция main и еще две те нити, в которых выполняются функции one и two соответственно. компилируем и нас подостерегает заботливо разложенное и еще одно разочарование. Дело в том, что нити являются расширением операционной системы Unix и обозначены они в стандарте POSIX1E, который расширяет собственно POSIX1E. Поэтому в библиотеке языка C нет никакой возможности воспользоваться функциями, создающими нити. Но как только мы читаем справку по функции PTHREAD CREATE вот эта ругань означает то, что в стандартной библиотеке функция не найдена. Так мы сразу видим, что компилировать и собирать программу нужно обязательно с вот этим аргументом, подсказав компилятору где найти нужные функции являющиеся расширением. Мы это всегда делаем make. То есть воспользовавшись make-файл компилятор всегда сам пытается определить, как все собирать. Но мы только подсказываем, какие флаги при этом нужно использовать. Так вот, нам нужно LD flags или даже это C-flags. У нас многостагийная компоновка сейчас не будет работать. Указать POSIX thread необходимость использовать нити. Теперь раз у нас два флага, придется взять кавычки, потому что между ними пробелы. Собираем make. Не собирается. Удалим старую соответственно нашу сборку. Удалили немножечко не то. Насчет табуляции. А средств восстановления конечно же не существует. Ладно, повторение мать учения. Давайте еще раз напишем эту программу. Во-первых, табуляция это очень вредно. Это А. Бездумная табуляция вот, а потом темпо себя. Во-вторых, полезно использовать систему контроля версии какую-нибудь. Subversion или CVS или GID или чего угодно. А в-третьих, неплохо бы, чтобы редакторы ваши были типа VI настроены на создание резервной копии. чтобы всегда валялся файл. Если процесс точка C, то я там процесс точка C или что в таком роде. Но у нас нет ни одного, ни второго, ни третьего. Дурная голова, соответственно, рукам покоя не дает. мы теперь точно знаем, что писать. Итак, диктуйте. stdio.h хотим что-нибудь выводить. Стандартные Unix-овые штучки unionstd.h неплохо бы заголовочные функции thread.h неплохо иметь функцию, которая возвращает указатель на ничто, а берет указатель на ничто еще, компилятор очень хочет, чтобы мы его назвали. Эта функция у нас берет и печатает бесконечным образом printf. Здесь он у нас печатает one и, соответственно, переводы строки. Еще одна такая же функция, соответственно, два, которая делает абсолютно то же самое. И функция диспетчер main, которая берет и, чтобы не выгрался компилятор, возвращает число ноль. На самом деле вызывает pthread create, который возвращает через такое возвращенное место, через параметр по адресу pthread соответственно, thread id. Еще раз обратимся к чему pthread, тип забыл как называется thread. И увидим, что это pthread просто ti. Вернемся. Аккуратно смотрим, что мы называем то, что которое мы хотим передать соответственно. И точно так же мы вызываем вторую функцию. Затем компилируем, затем компилируем thread конкретно. Вспоминаем, я тоже думал, часто перепутал, что не нужно здесь скранировать. это не командный интерпретатор, make файл. И наконец видим, что мы тоже где-то здесь облажались. Смотрим по функции pthread create, что мы там должны были включить pthread d.h соответственно. pthread вот эти две буквы поменялись местами. Это не то. Вот здесь соответственно. Компилятор такая штука, которая должна нам это сказать. Вы хорошо, что увидели, но тем не менее. Посмотрим, что он думает. А он думает, что это все хорошо. А если он так не думает, вот тогда мы удалили слэш. Он экранирует перевод строки, он делает так, как будто мы набрали следующую строчку в одну строчку, а это ничего страшного с точки зрения языка программирования. И запустим нашу программу. Она раз и не хочет запускаться, раз и не хочет запускаться. Вопрос почему? Потому что видите, нет ни на одной вкладке, ни другой. Потому что на самом деле закончилась основная нить программы. Основная нить программа закончилась, уничтожен весь процесс. Даже наши нити и пикнуть не успеют. Это одна причина, но вторая причина может быть в другом. Сейчас мы посмотрим, какая из них соответственно работает. сначала логично первое, приходит в голову, чтобы основная нить их тут три не завершалась и например ставить и тоже выполнять третий бесконечный цикл. Соответственно make и запускаем а вот все значит две работают и перемежаются. Осмотрим нам программ КПС говорит, что на самом деле работает один процесс. Это так. А как же две функции выполняют свою параллельную работу в двух нитях? А нити, как известно, то есть легковесные процессы работают в общей памяти. Сначала их неплохо бы увидеть. Давайте добавим сюда M. M несовместимо с F, но это и без меня. Знаете, вы выполняли уже кучу лабораторных работ. А вот наша программа в одном процессе, в которой работают три нити. Раз, два и три соответственно. В момент слепка одна из них спала. Какого раз спросите вы? Она попыталась вывести что-то на экран и в этот момент она обязана спать. Что мы можем сделать для того, чтобы посмотреть нити более серьезно, поменять формат вывода. Наверное, вот такой, только тогда мы увидим три нити одного процесса. 36, 77 это главная нить. 36, 78, 36, 79 это две подчиненные нити. И в этом процессе действительно три нити. Но еще видим, что они все потребляют и главное в особенности бесконечный цикл там вообще без печати пожирающий. они пожирают достаточное количество процессов на время. главная нить сегодня ждет все те две остальные нити. Поэтому мы по крайней мере чтобы было все красиво должны главную нить научить поступать не так ожидая все остальные потому что она и так не дождется она не узнает закончится или нет в своем бесконечном цикле а главную нить мы должны научить ждать здесь такое понятие присоединение то есть присоединиться кто или на нити подождать какую-то из них а если нужно ждать две это придется тогда использовать средства межпроцессного взаимодействия типа семафоров по крайней мере мы должны с вами подождать какую-то идентификатор последний сохранен в соответствующем месте и давайте еще раз посмотрим по thread join нам нужно указать кого мы ждем и куда помещать возвращаемое из этой нити значение соответственно мы поступаем хитро ждем ту которая была запущена последняя возвращаемое значение нам не нужно ну всегда обозначает не хочу не буду сделай все по умолчанию опять же вызываем наш мейк все компилируется запускаем его все работает прекрасно и даже более жибенько просто нет пожирающей главной нити она просто ждет пытаемся посмотреть на что то что у нас получилось видим что теперь две добавочные нити которые не диспетчера пожирают процессорное время основной диспетчер 3785 основная нить функция мейн ниже процессорное время и последнее что нам осталось выяснить а в чем преимущество а преимущество в том как раз что не нужно для общения использовать средства взаимодействия они могут в силу общей памяти обращаться к одной и той же перемене причем более того мы с вами сейчас это посмотрим обнаружив здесь эффект гонки сделаем так чтобы они друг покупали на пятки в смысле вот эту глобальную переменную целочисленную один она из нитей увеличивала на единицу и печатала а другая уменьшала на единицу и печатала вспоминайте тот пример когда вы пошли покупать чупа-чупца в этот момент времени вам начислили зарплату у вас было на счету 5 рублей а после начинения зарплаты и покупки чупа-чупца оказалась природа просто потому что доступ общей памяти тоже небезопасная штука нагладных расходов ноль это очень просто но это очень страшно а что касается например параллельных программ в разных процессах то доступ к общим объектам не прост но зато безопасен ну в некотором конечно определенном смысле которым я всегда привираю чтобы вас не задавливать деталями так у нас есть глобальная переменная что будет одна программа делать точнее в данном случае тогда уже одна нить она будет печатать значение этой самой переменной в 16-ти личном виде и соответственно нам нужна глобальная переменная но каждый раз когда он захочет напечатать на глобальную переменную желает уменьшить на одну на единичку ну и соответственно что нас интересует во второй из них во второй нас интересует увеличение на единичку и опять же печатать этой глобальной переменной скомпилируем запускаем и ухлаждаемся интересными процессами вот они пытаются увеличить а другого пытаются уменьшить и они всячески друг другом борются и самое главное что мы видим реально переменная одна мы не видим ни уменьшения существенного быстрого ни увеличения существенного быстрого самый настоящий эффект кому-то кому-то удается сбросить на c потом кому-то удается вернуть на d а то уж как-то они тут в этой части борются это вообще интересно только вот здесь мы можем замечать кое-что вот d e кто-то победил одна нить потом d c а вообще там была помните буковка b все-таки в самом начале сейчас борьба между цифрами c и d ведется в самом начале какая-то из нить чуть-чуть отхапала в момент своей создания чуть-чуть передавила а вот сейчас вернулась вторая буковки b в общем как они тут будут состязаться это уже вопрос конечно же интересный но это параллельная программа с общими данными когда можно считать что мы с вами на сегодня освоили опять иллюстрацию программного интерфейса части параллелизации части управления ходом выполнения инструкций современной операционной системы много нитевое и многопроцессное программирование конечно до настоящего программирования далеко но по крайней мере увидели многие аспекты общую память у нитей и раздельную память в отношении процесса если вопросов нет тогда с этой частью все если вопросы есть как всегда готов открыть просыпайтесь кому-то все равно идти на упражнение насколько по которым